Ильина Светлана Сергеевна, председатель комитета по образованию и науке Самарской губернской думы, директор гимназии номер 3 и председатель общероссийской организации лидеров образования, учитель года. Сегодня мне бы хотелось рассказать сразу о двух моих наставниках, потому что я стала учителем благодаря Марчевой Александре Николаевне. Придя в первый класс, меня встретила самая добрая и в то же время строгая учительница Марчева Александра Николаевна. Она была учителем еще у моей мамы. И так бывает иногда в жизни, что учитель определяет дальнейшую судьбу. Я совершенно на тот момент не планировала быть учителем. Да, я готова быть переводчиком, например, но Александра Николаевна мне сказала, я уверена, что из тебя получится замечательный педагог. Когда настало время прийти на практику, естественно, я выбрала Александра Николаевна в качестве моего наставника. И уже будучи студенткой, четвертого, а затем пятого курса педагогического университета, я стала полноправым учителем 11-й гимназии. Я честно могу сказать, что я попробовала себя в качестве переводчика, но мне не понравилось переводить мысли чужих людей. Мне не понравилось сидеть с бумагами. Мне важны глаза учеников. И мой наставник Александра Николаевна была абсолютно права. Именно благодаря Александре Николаевне я смогла стать учителем года, победителем этого конкурса. Для детей нужно быть наставником, строгим и добрым в тот же самый момент. Дети должны четко понимать, что если они обращаются к учителю за помощью, конечно, учитель должен помочь. Конечно, каждый учитель привносит что-то свое, но когда есть база, когда есть ориентир, когда есть пример, это дорогого стоит. Поэтому, конечно, для меня Александра Николаевна была тем самым идеалом. Она дарила те самые крылья, которые позволили мне летать. И когда я приходила к ней и говорила, что «А можно я поступлю по-своему?» Ведь, ну как, это же учитель, надо же задать этот вопрос. Она всегда говорила, что дети должны превосходить своих учителей. Конечно, быть учителем – это одна история, а быть руководителем – это уже совершенно иной опыт. И мне посчастливилось на своем пути встретить Каймакова Александра Федоровича. На тот момент он был директором первой гимназии. И я смотрела на него, как он ровно, спокойно встречал детей, родителей, учителей. Он всегда сохранял спокойствие, размеренность. И он был, на мой взгляд, гениальным менеджером. Он был стратегом, который говорил всегда, что самое главное – это кадры. Я любовалась его управленческими навыками. И когда он же, будучи руководителем департамента образования, предложил мне должность директора, он сказал, что главное не бояться, он же рядом, он поможет, он расскажет, он подскажет. И первые мои шаги уже в должности директора я осуществляла при помощи моего наставника. Самое главное для директора – это любить детей, любить свою работу, любить свою образовательную организацию и, конечно же, любить учителей, с которыми ты работаешь. Потому что мне кажется, что учителя, они заряжаются от директора, они берут пример с директора. И для детей очень важно, а что же скажет директор. Поэтому для меня, например, тоже стало важным моментом присутствовать на всех значимых мероприятиях, в которых участвуют дети. Сегодня, в год педагога и наставника, хочется сказать слова благодарности моим наставникам. Именно благодаря Александре Николаевне мои дети уже полюбили английский язык. Я хотела бы поблагодарить Александра Федоровича за то влияние, которое он оказал на мою жизнь, за мудрость, за философию. Ведь с его девизом, что школа должна быть прозрачной и открытой для родителей и для детей, этот девиз идет со мной вместе по жизни. Большое спасибо моим наставникам за то, что я стала Ильиной Светланой Сергеевной.